Дафна Дюморья Эрцгерцогини Сказка Перевод Олега Севастенова Файл с княжной полки Несейненко Алексей 1 Вот уже многие годы эрцгерцогства Ронда, Республика. Расположенная на юге Европы, Ронда стала последней страной, сбросившей оковы монархии, а разразившаяся там революция была на редкость кровавой. Радикальный поворот от абсолютизма эрцгерцогов, державших бразды правления почти семь веков, к просвещенному правительству Народного фронта, иногда его называют, НФЛТД, ибо фронт оказался сплавом коммунизма и большого бизнеса, потряс весь западный мир, давно познавший вкус предпринимательства и избавившись от последних уцелевших коэкдемонархов. Их отправили в бессрочный круиз на борту океанского суперлайнера, где они прожигали жизнь в интригах и устройстве династических браков. Никогда больше не суждено было им ступить на сушу, дабы не втянуть в междоусобицу освобожденные народы Европы. Революция в Ронде повергла всех в шок, ибо долгое время эрцгерцогство было не только посмешищем для демократических государств, но и любимым местом туристов из тех же стран. Своеобразие Ронде придавали ее игрушечные размеры. Но, несмотря на это, здесь было все, чего только не пожелает душа. 1Единственная горная вершина Рондерхов высотой двенадцать тысяч футов была доступна для восхождения со всех четырех сторон, а горно-лыжные трассы на склонах считались лучшими в Европе. 0Судоходная вплоть до столицы река Ронде Квевер внизу их изобиловала островками, 1каждый из которых мог похвастать собственными казиною пляжем, что привлекало тысячи туристов. 9Не говоря уже о знаменитых минеральных источниках. 4Они находились недалеко от столицы в горах и на протяжении веков составляли главное сокровище правящей династии, 2ибо славились необычными, даже уникальными свойствами. 0Эликсир, приготовленный на воде источников, дарил вечную молодость. 9Рецепт был тайной правящего эрцгерцога и передавался по наследству. 2Конечно, это средство не помогало победить смерть, ведь даже люди голубой крови должны когда-то умирать. 9Но благодаря вводам Ронды эрцгерцоги лежали в гробу как молодые, без единой морщинки или седого волоска. 9Как я уже сказал, рецепт знал лишь правитель и один пользовался его благами, но сами вводы источников были доступны любому туристу, 9и каждый мог почувствовать их животворное воздействие. 9Неудивительно, что туристы со всего мира устремлялись в страну косяками, в надежде увезти с собой хотя бы капельку живительного эликсира. 9Трудно сказать, что же Ронда делала со своими посетителями. 9Дома их легко узнавали по неповторимому бронзовому загару, по мечтательному, почти отсутствующему выражению глаз, по странному, 9беззаботному отношению к жизни. 9- Тот, кто съездил в Ронду, побывал в Раю, – гласила поговорка. 9И действительно, непривычная манера пожимать плечами, беспечный зевок, полуулыбка на лице, побывавшего за границей, 9выдавали интимные знакомства с миром иным, остающимся тайной для домоседов. 2Конечно, со временем все это проходило. 9Работа брала свое, но иногда, в короткие минуты передышки, мысли всякого, кто побывал в Ронде, возвращались к ледяной воде источников, 9костровкам на Ронда Квивере, к кафе на большой площади столицы, где возвышался дворец Рцгерцова, ныне невыносимо скучный музей, 9увешанный трофеями революции. 9В старые времена, когда дворец охраняла гвардии в великолепных голубых мундирах, расшитых золотом, 9когда штандарт царствующей семьи с эмблемой животворной воды на белом фоне развивался на флагштоке, 8а дворцовый оркестр играл любимой мелодией рондийцев, нечто среднее между цыганскими песнями и псалмами, 9по вечерам после ужина туристы рассаживались на площади и ждали, когда появится рцгерцог. 9Это была кульминация дня. 9Всякий, кто взбирался на вершину рондерхофа, купался в рондоквивере и пил эликсир источников, не мог не участвовать в этом действии, 9не мог игнорировать эту традицию орцгерцогства независимо от того, восхищался или же презирал ее. 9Слегка опьяневший, ибо сухое вино из рондийского винограда довольно крепко, немного располневший, ибо рыба рондоквивера питательна, 9чуть-чуть опечаленный, ибо необычная музыка пробуждает воспоминания, рациональный и многоповидавший гостя ронды всегда оказывался 9неподготовленным к живописной развязке дня, и каждый раз она вновь удивляла и трогала его. 9Вначале все затихало. 9Огни на площади тускнели. 1Затем дворцовый оркестр начинал медленно играть национальный гимн, первые строки которого звучали примерно так, 9'Я, то, что ты ищешь, я, жизнь и вода". 5Тогда распахивались окна дворца и на балконе появлялась фигура в белом мундире. 1В ту же минуту с дворцовой колокольни выпускали летучих мышей, символизировавших сны, и возникало ощущение чего-то причудливого и прекрасного. 9Натыкаясь друг на друга, ночные создания кружили вокруг сияющие головы эрцгерцога, а эрцгерцогеронды всегда были блондинами. 8Он стоял неподвижно, его освещала электрическая дуга, вмонтированная в балюстраду, и лента ордена справедливости одиноким и ярким пятнам молела на белом мундире. 9Даже на расстоянии эта фигура впечатляла, и даже самый убежденный республиканец не мог не почувствовать, как к горлу подкатывает притящая его демократической натуре, 0реакционный, ком. 9Как заявил известный зарубежный журналист, первое же впечатление от эрцгерцога пробуждало в человеке дремлющий где-то в недрах души инстинкт 9почитания и любви, который для блага человечеству лучше было бы уничтожить. 9Те, кому посчастливилось занять место поближе к балкону и на кого падал отблизь к сиянии, говорили, что самым необычным в этих вечерних 9появлениях было их постоянство и совершенство всех элементов процедуры. 4Эрцгерцог действительно казался вечно юным. 9Одинокая лучезарная фигура на балконе, руки, покоящиеся на рукоятке меча. 6Все это захватывало воображение, и скептикам не имело смысла напоминать окружающим, что эрцгерцогу уже давно за девяностые что делаем 5этим он занимается бог знает сколько лет, к ним просто никто не прислушивался. 1Каждое такое появление как бы возвращало того первородного правителя, который объявился перед народом Ронды в средние века после великого наводнения. 8Тогда разлившийся Ронды Квивер уничтожил две трети населения страны, и, как повествует хроника, вдруг, спали воды, 9и остались лишь источники в горах, и вышел принц с осудом бессмертия, и стал править ими. 9Конечно, историки теперь заявляют, что все это чепуха и что первый эрцгерцог был обычным пастухом. 9Просто после катастрофы ему удалось собрать и повести за собой тех немногих истощенных и отчаявшихся, коим удалось спастись. 9Пусть так, но легенды умирают с трудом, и даже сегодня, после многих лет республиканского правления, старики все еще хранят маленькие иконы, 9которые, как уверяют они шепотом, успела благословить рука эрцгерцога, вскоре повешенного революционерами на Дворцовой площади. 9Однако я забегаю вперед. 9Как вы уже знаете, Ронда была страной наслаждений, исцеления и спокойствия. 5Здесь находили все, чего только душа не пожелает. 9О женщинах Ронды написаны тома. 0Пугливые, как белки, прекрасные, как газели, они обладали изяществом этрусских статуэток. 2Никому не удавалось привезти жену из Ронды, браки с иностранцами запрещали. 9Но за любовными связями уследить трудно, и те из туристов, кто не убоялся от поры и не погиб от рук свирепых отцов, мужей и братьев, 9вернувшись в свои просвещенные страны, клялись, что до самой смерти не забудут объятия Рондейки, ее пьянящих ласк. 9В Ронде не было религии как таковой. 1Под этим я подразумеваю официальное вероисповедание. 9Правда, рондейцы верили в исцеляющие воды источников и секретный рецепт вечной юности, известный рецгерцогу. 9Но, ни храмов, ни священнослужителей. 6В языке рондейцев, который напоминает смесь французского и греческого, даже нет слова, бог. 9Многое, к сожалению, изменилось. 9Сегодня Ронда, Республика, и в ее язык пробрались привычные западные словечки, такие, как уик-энд, и кока-кола. 9Запрет на браки с иностранцами снят, вы можете увидеть Рондейку на Бродвея и Пикадиле и вряд ли выделить ее среди других европейских женщин. 9Обычаи, те, что во времена эрцгерцога были сожью рондейского характера, ловли рыба с трогой, прыжки в источнике или танцы на снегу, 9все исчезли. 9Единственное, чего не удалось в Ронде испортить, так это очертания страны, извивающейся реки и высокой горы. 9И, конечно же, света, этой чистой лучезарности, на которую никогда не упадет тень, которая никогда не потускнеет и которую можно сравнить разве что с 9с радужным сиянием аквамарина. 9Свет Ронды виден с самолета, да, в Ронде сейчас есть аэропорт, построенный вскоре после революции,, далеко за границами республики. 9Даже сегодня, когда многое изменилось, турист покидает Ронду с сожалением из-за рождающейся ностальгией. 9Он потягивает последний бокал яйцо, сладкого и коварного ликера, в последний раз вдыхает терпкий запах цветков роволы, их золотые лепестки покрывают улицы в конце 8лета, в последний раз машет рукой бронзовой фигуре, плещущейся в водах Ронды Квивера, и вот уже одиноко стоит в холле аэропорта, чтобы через полчаса лететь на 5запад или на восток, к своему делу, к труду на благо сограждан, прочь от земли несбывшихся надежд, прочь от Ронды. 2Помимо дворца, превращенного в музей, вероятно, самое щемящее чувство боли в сегодняшней столице вызывает единственный оставшийся в живых член 7правящей семьи. 8Они все еще называют ее Эрцгерцогиней. 9По причинам, которых мы коснемся позже, они не прирезали ее вместе с братом. 9Только одна Эрцгерцогиня владеет секретом вечной юности. 8Она никогда не открывала его и унесет тайну в могилу. 9Конечно же, они испробовали все средства, заточили ее в тюрьму, пытали, отправили в ссылку, заставляли принимать наркотики, 6после которых человек выбалтывает все, что знает, и даже перевоспитывали. 5Однако ничто не сломило ее. 1Эрцгерцогиня, должно быть, за восемьдесят, и вот уже несколько месяцев ей не здоровиться. 9Врачи говорят, что вряд ли она протянет еще одну зиму. 2Хотя порода у нее редкая и она вполне еще может утереть нос любителям мрачных прогнозов. 9Она по-прежнему самая красивая девушка республики, я не случайно сказал, девушка, ибо, несмотря на свои годы, Эрцгерцогиня все еще девушка, 2и внешне, и по своим манерам. 3Все такими же остаются ее влажные и блестящие глаза, все та же грация, восхищавшая в свое время современников, большая часть которых погибла в ночь длинных 5ножей. 9Она и теперь станцует вам под звуки народных мелодий, если вы бросите ерунде, монету стоимостью в один доллар. 9Но для тех, кто помнит ее во цвете лет, помнит ее популярность в народе, ее покровительство искусством, ее знаменитый роман со своим кузеном 9графом Антоном. 9Для тех, кто помнит все это, вид нынешней эрцгерцогини Паулы Рандийской, зарабатывающей танцами на ужин, вызывает тошноту и заставляет сжиматься 7сердце. 9Так никогда не было. 9Мы помним вечерние выходы на балкон и кружащих в воздухе летучих мышей. 9Итак, если это не слишком утомит вас, ведь подробности все еще отсутствуют в учебниках истории, которые пока что пишут для будущих 9поколений, , как ронда стала республикой и как робкие чувства беспокойства переросли в восстание народа, не понявшего ту самую эрцгерцогиню, 9которая сегодня подпрыгивает и кланится на Дворцовой площади. 9Два, часть предков современных рандийцев приплыла морем с Крита, часть пришла из Галии, а позже с ними смешались римляне. 9Затем, как уже было сказано, в начале четырнадцатого века разлившийся ронда Квиви разгубил по меньшей мере три четверти населения. 9Первый эрцгерцог восстановил порядок, перестроил столицу, способствовал хлебопашеству, земледелью и виноградарству, словом, 9вернул несчастному народу желание жить. 8Нести тяжелую нашу ему помогали воды источников, которые под воздействием тайной формулы превращались в эликсир, доступный одному эрцгерцогу. 9Но и сами по себе они обладали замечательными качествами. 8Всякому, кто пил их, они даровали чувство благополучия, какое обычно переживает просыпающийся ребенок в канун половой зрелости, 9а точнее, ощущение чудесного обновления. 8У проснувшегося ребенка, который не боится ни родителей, ни учителей, есть лишь одно желание, 9выпрыгнуть из своей кроватки и пробежаться босиком под яркими лучами солнца. 9И все его мечты сбудутся, ибо начавшийся день наступил для него. 9Вот какое чувство дарила вода Ронды. 8Нет, это не было всего лишь иллюзией, как иногда утверждают скептики. 9Сегодня ученые уже нашли химические вещества, стимулирующие эндокринные железы. 9Вот почему основа промышленности Ронды, разлив и экспорт воды из источников. 9Соединенные Штаты закупают свыше восьмидесяти процентов годовой продукции. 9Однако прежде, когда дело это было в руках эрцгерцога, воду продавали только гостям страны. 9Можно представить, сколько ее, низвергавшейся водопадом из пещеры с высоты девять тысяч футов истекавшей по склонам Рондерхофа, пропадало даром. 9Энергия, которую можно было бы закупорить в бутылки и потом закачать в усталых американцев, просто падала с голых скал и опускалась в долину, 9где питала и без того жирную землю и давала жизнь золотым цветкам рвовулы. 9Разумеется, народ Ронды впитывал воду вместе с материнским молоком. 5Отсюда его красота, радость бытия и веселый нрав, несовместимый с враждебностью и амбицизностью. 9Это, насколько я понимаю историков, всегда было сущностью рандийского характера, причиной его непритязательности. 9- К чему убивать, – спрашивал Олда, знаменитый поэт Ронды, – если мы любим? 9К чему плакать, если нам хорошо? 9К чему рандийцам устремляться в страны, где царят болезни и мор, бедность и война, зачем отправляться туда, где люди теснятся в трущобах, 9ютятся в крошечных квартирках огромных домов и горят лишь одним желанием – обскакать соседа? 5Для рандийцев все это не имеет смысла. 9У них уже был свой потоп, погубивший предков. 8Возможно, когда-нибудь Ронда Квивер вновь разольется, но пока этого не случилось, пусть они живут, танцуют и мечтают. 9Пусть они бьют острогую рыбу, прыгают в источники Рондерхофа, пусть собирают золотые цветы роволы, давят лепестки и виноград, собирают зерно, 4выращивают скот, пусть живут под недремлющим и заботливым взором вечно юного монарха, который умирает и рождается вновь. 9Примерно так говорил Олда, хотя рандийский с трудом поддается переводу, уж слишком он отличается от всех европейских языков. 9Сотни лет после потопа жизнь в Ронде мало менялась. 9Один орцгерцог сменял другого, и никто точно не знал возраст правителя и его наследника. 9О болезни монарха или постигшем его несчастье извещала молва, из этого никогда не делали тайну, то, что случалось, принимали как неизбежное. 9А потом на воротах дворца появлялось воззвание и все узнавали, эрцгерцог умер, эрцгерцог жив. 9Эрцгерцог символизировал весну, и теософы утверждают, что это и было религией. 9А может быть, традиций? 9Впрочем, неважно, как это называется. 1Просто рандийцам нравилось верить в то, что монарх передает секрет юности своему преемнику. 9Они любили монарха, его белый мундир и сверкающие ножны дворцовой гвардии. 9Монарх не вмешивался ни в их занятия, ни в их жизнь. 9Пока возделывали землю и собирали урожай, пока было достаточно пищи, чтобы прокормить народ, а нужды его невелики, рыба, дичь, овощи, фрукты и вино, законы были не нужны, а столь очевидные матримониальные традиции никто и не помышлял нарушать. 9Кто же пожелает жениться на иностранке? 9Какая женщина согласится качать на руках дитя от какого-нибудь чужеземца, ведь дитя наверняка родится с коротенькими конечностями и отвишекожей? 9Часто говорят, что в Рунде допускали браки между родственниками и что маленькую страну населяли люди, связанные кровными узами. 9Отрицать не буду, хотя об этом ничего не говорили вслух. 9Но знатоки Ронды не сомневались, что многие мужчины частенько брали в жены своих сестер. 9Судя по всему, на здоровье потомства это сказывалось благоприятно, да и умственным способностям никак не вредило. 9В Рунде рождалось очень мало идиотов. 9Но именно благодаря близкородственным бракам, заявляют историки, характер рандийцев был лишен амбицизности и воинственности, 9в нем преобладала ленивая умиротворенность. 9- К чему сражаться, – говорил Олда, – если нам ничего не нужно? 9К чему красть, когда мой кошелек полон? 9К чему похищать чужеземку, когда невеста и мне моя сестра? 9Без сомнения, такие необычные взгляды шокировали туристов. 9Они попадали в страну, настолько же изобилующую чувственными чарами, насколько лишенного моральных устоев. 9Но каким бы возмущенным и въедливым ни был турист, к концу своего пребывания он сдавался, не мог противостоять красоте и аргументы отступали, 9и в конце концов, причастившись водой и источников, турист обращался в новую веру, открывая для себя гедонистическое отношение к жизни, 9гармонию души и тела. 9В этом-то и заключилась трагедия. 9Человек с Запада устроен так, что не может пребывать в состоянии удовлетворенности. 5Это, не простительный грех. 9Он постоянно стремится к невидимой цели, будь то материальный достаток, более истинный бог или же оружие, которое превратит его в хозяина Вселенной. 9И чем больше он знает, тем беспокойнее и алчнее становится, неустанно отыскивая изъяны того тлена, из которого вышел и в который должен вернуться, 9вечно желая улучшения и тем самым порабощения окружающих его людей. 9Именно этот яд неудовлетворенности просочился в Ронду и распространился с помощью двух революционеров-вождей, Марку и Грандоса. 9Что сделало их революционерами, спросите вы. 8Другие рандийцы тоже выезжали за границу, но возвращались прежними. 9Что же привело Марку и Грандоса к мысли уничтожить Ронду, остававшуюся неизменной в течение семи веков? 9Все объясняется просто. 9Маркуа, подобный Эдипу, родился хромым, с вывихнутой ногой, поэтому он ненавидел родителей, не мог простить им этого. 9А ребенок, который не прощает своих родителей, не способен простить взрастившие его страны. 9И Маркуа рос с мечтой покалечить ее, хотя и был калек и сам. 9Грандос родился жадным. 9Поговаривали о его нечистокровности, о том, что его мать встречалась с чужеземцем, позже хваставшим одержанной победой. 9Правда это или нет, но Грандосу наследовал предприимчивый характер и острый ум. 9В школе, где все, кроме правящей семьи, получали одинаковое образование, Грандос всегда был первым в классе. 9Он часто знал правильный ответ раньше учителя. 9Это сделало его самодовольным. 1Мальчик, знающий больше своего учителя, знает больше своего правителя и в конечном счете начинает чувствовать свое превосходство над 7обществом, в котором ему пришлось родиться. 2Оба мальчика подружились и они вместе уехали за границу и путешествовали по Европе. 9Через полгода вернулись, и недовольство, до сих пор скрытое в подсознании, созрело в их душах и было готово вырваться на поверхность. 9Грандос занялся рыбной промышленностью и быстро сообразил, что рыба рандоквейвера, основное блюдо рандийского стола, столь ценимое знатоками, 9может послужить и для иных целей. 9Расщепленный рыбий хребет в точности повторял форму бюстгальтера, а рыбий жир, сконцентрированный в пасту и смешанный с благоухающим экстрактом 2броволы, превращался в крем, способный облагородить огрубевшую кожу. 9Грандос открыл свое дело, экспортируя продукцию во все страны западного мира, и вскоре стал самым богатым человеком Ронды. 9Его соотечественники, до того не знавшие ни бюстгальтеров, ни крымов для кожи, под напором газетной рекламы начали всерьез подумывать, 9не будет ли их жизнь счастливей от употребления этих товаров. 1Марк Уанни стал бизнесменом. 9Призируя виноградник родителей, он выбрал карьеру журналиста и очень скоро был назначен редактором «Рандийских новостей». 5Прежде газета сообщала события дня, состояние дел в сельском хозяйстве и торговле, а три раза в неделю выходило с приложением, 2посвященном культурной жизни. 1В деревенском или городском кафе Рандийц просматривал «Рандийские новости» во время послеобеденной сиесты Марку Овсе изменил. 2Читатели по-прежнему узнавали новости из газеты, но теперь их преподносили под определенным ракурсом. 2В заметках стала сквозить насмешка над вековыми традициями, виноделием, конечно же, укол в адрес родителей и их виноградника, ловле рыбы, 9помощь Грандосу, ибо О строго повреждала рыбий хребет, сбором цветов Рававулы, еще одна косвенная услуга Грандосу, 9ибо для крема нужна растолченная сердцевина цветка, а для этого требовалось его распотрошить, Марку О одобрял уродование цветка, ему нравилось видеть, 9как уничтожает прекрасное. 1К тому же это причиняло боль старшему поколению. 8Ведь из года в год весной они собирали цветы Рававулы и украшали ими дома, столицу и дворец. 9Марку О не выносил этой простодушной забавы и был полон решимости покончить как с ней, так и с прочими традициями, которых не одобрял. 9Грандос оказался его союзником не потому, что испытывал ненависть к обычаям и нравам Ронды. 9Но, разрушая их, он увеличивал экспорт своих товаров и становился еще богаче и могущественнее. 1Понемногу молодежь Ронды усваивала новые ценности, ежедневно преподносимые газетой. 1К тому же Марку О хитроумно изменил и время ее появления. 2Газету уже не выпускали к обеду, когда читатели могли подремать с ней в руках и к исходу сиесты забыть о прочитанном. 9Теперь ее продавали на закате, перед наступлением темноты, когда Рондийц потягивает свое лицо и потому более восприимчив и более уязвим. 9Эффект превзошел все ожидания. 9Рондийская молодежь, недавно еще интересовавшаяся только радостями двух лучших времен года, зимы и лета, и, конечно же, любовью, 9для которой хорош любой сезон, вдруг стало задаваться вопросами своего воспитания. 9- Окончились ли семь столетий нашего сна? 9- писал Марку О. 9- Превратилась ли наша страна в рай для дураков? 9Всякий, кто бывал за границей, знает, что настоящий мир лежит там, за пределами нашей страны, это мир достижений, мир прогресса. 9Рондийцев слишком долго пичкали баснями и уникальны лишь тем, что выглядим идиотами, презираемыми всеми умными людьми. 9Никто не любит, когда его называют дураком. 8Насмешка пробуждает стыд и порождает сомнение. 9Самая передовая молодежь почувствовала себя не в своей тарелке. 9И каковы бы ни были ее занятия, целесообразность их стала внушать сомнение. 9- Каждый, кто давит виноград голыми пятками, попирает ногами собственное достоинство, – говорил Марку О. 9- А тот, кто копает землю лопатой, сам роет себе могилу. 1Марку О был немного поэт и уме уловко приспособить философию Олда, облекая ее в оскорбительные фразы. 8- Почему мы, – спрашивал он, – молодые и сильные, вынуждены подчиняться системе управления, лишающей нас собственности. 9Мы все могли бы править. 9Но нами управляют, потому что бессмертие в руках одного притворщика, хитростью завладевшего тайной формулы. 9Марку О написал это ко дню весенних празднеств и проследил, чтобы каждая семья получила свой экземпляр газеты. 9Теперь у жителей Ронды уже не оставалось никаких сомнений, их маленький мирок требует перемен. 9- Знаете, в этом что-то есть, – говорил Рандиев соседу. 9- Мы всегда были слишком беспечны. 9Столетиями сидели си днем доживали то, что нам совали в рот… 9- Посмотри-ка, что здесь пишут, – шептала женщина своему приятелю. 9- Воду источников можно разделить, и никто из нас не будет стареть. 9Воды хватит на всех женщин Ронды, да еще останется. 9Никто не решался обвинять самого Эрцгерцога, однако во всем ощущалась скрытая критика, нарастающая убеждение в том, что народ Ронды обманули, 9лешили прав, и посему он действительно превратился в посмешище мировой общественности. 9Впервые за несколько столетий весенние празднества прошли без присущего им веселья. 9- Эти бестолковые цветы, – писал Маркуа, – собираемые трудящимися массами Ронды только для того, чтобы притуплять чувства старшего поколения и утолять 6отчеславие одного человека, могли бы перерабатываться для нашей пользы, для нашего обогащения. 9Природные ресурсы Ронды должны разрабатываться и продаваться ради нашего благосостояния. 9В его аргументах была логика. 0- Сколько же всего пропадает, – шептался народ. 8- И золотистых цветков, и падающих из источников вод, и непойманной рыбы, спускающейся по Ронду к Виверу и исчезающей в открытом море, 2той самой рыбы, позвонки которой могли бы облегать груди и бедра незнакомых с такой подпругой Рондиак, над которыми, без сомнений, потешается весь западный мир. 0Так писала газета в тот же вечер, когда орцгерцог показался на балконе, впервые в истории его появления было встречено молчанием. 9- Какое имеет он право властвовать над нами? – шептал юноша. 8- Он тоже сделан из плоти и крови, чем он лучше нас? 9Только эликсир сохраняет ему молодость. 6- Говорят, – продолжала девушка, – что у него есть и другие тайны. 9Весь дворец полон ими. 9Он знает, как продлевать не только молодость, но и любовь. 5Так родилась зависть, поощряемая Маркуой Грандосом, и приезжающие в Ронду туристы почувствовали новое настроение, 4раздражительность и нетерпеливость, столь несовместимые с прекрасной натурой рандийцев. 5Вместо того чтобы с искренним удовольствием демонстрировать национальные обычаи, традиции, 9рандийцы впервые принялись просить прощения за их несовершенство. 5Стыдливо пожимая плечами, они произносили заимствованные словечки, «Порабощенный», «Отсталый», «Непрогрессивный», а туристы, 6начисто лишенные интуиции, только подливали масла в огонь недовольства, называя рандийцев «колоритными» и «чудаковатыми». 5Говорят, что Маркуа принадлежит слово. 9- Дайте мне год, и я опрокину правительство одними насмешками. 9Это вполне устраивало Грандоса. 9У него были большие планы, через год иметь соглашение с каждым рыбаком Ронду Квивера, по которому тот обязывался поставлять Грандосу хребты и жир пойманной рыбы, 9и контракт со сборщиками цветов моложе семнадцати, чтобы добывали для него истолченную сердцевину роволы, из которой Грандос будет производить духи на экспорт. 9Грандос и Маркуа, промышленник и журналист, смогут вместе решать судьбу Ронды. 2- Запомни, – говорил Грандос, – пока мы едины, нас не одолеть, пойдем порознь, пропадем. 8Если в твоей газете появятся нападки на меня, я найду подходящего покупателя с заграницей и продам ему свое дело. 6А когда он появится здесь и Ронду просто присоединят к Европе, ты потеряешь свое могущество. 9- И ты не забывай, – отвечал Маркуа, – что если не станешь поддерживать мою политику и не поделишься рыбьим жиром и кремом, 2то я напущу на тебя всю молодежь в республике. 9- В республике? – переспросил Грандос. 9- В республике, – кивнул Маркуа. 0- Эрцгерцогство продержалось семь веков, – осторожно заметил Грандос. 0- Я могу уничтожить его в семь дней, – парировал Маркуа. 9- Этот разговор не зафиксирован в документах революции, но молва донесла его до нас. 9- А эрцгерцог? – размышлял Грандос вслух, как нам избавиться от бессмертного. 0- Так же, как я избавляюсь от цветка Рвуллы, – отвечал Маркуа, разорвав его на части. 0- Он может ускользнуть от нас, сбежать из страны и присоединиться к другим на борту того забавного лайнера. 0- Только не эрцгерцог, – заметил Маркуа. 0- Ты забываешь историю. 2Все монархи, вещи и вечную молодость, приносят себя в жертву. 8- Это только миф, – произнес Грандос. 9- Верно, – согласился Маркуа, – но большинство мифов основано на достоверных фактах. 8- В этом случае ни один член правящей семьи не должен остаться в живых. 0Даже один будет способствовать реставрации. 0- Нет, – произнес Маркуа, – один должен остаться. 0Не для того, чтобы служить объектом преклонения, как ты этого боишься, а чтобы быть пародией. 2Рандийцев надо научить отрекаться. 2На следующий день Марко начал кампанию, рассчитанную на год, как раз до очередных весенних праздников он задумал бочевать эрцгерцога на 9в страницах, рандийских новостей, но в такой ненавязчивой и хитроумной форме, чтобы народ впитал отраву подсознательно. 9Идол должен превратиться в мишень, в голову короля у позорного столба. 9Главное направление удара проходило через его сестру эрцгерцогиню, прекраснейшую из женщин, у которой не было ни одного врага и которую в народе 7называли Цветком Ронды. 9Маркуа намеревался уничтожить ее морально и физически. 9Со временем вы узнаете, насколько он в этом преуспел, 9вот злодей, можете сказать вы. 9Чепуха. 9Просто он был идеологом. 33 9Эрцгерцог был немного старше своей сестры. 9Никто не может сказать насколько, все записи сожгли в ночь длинных ножей. 9Может, даже лет на тридцать. 9Даты рождения членов правящей семьи хранились в архивах дворца и простых людей не интересовали. 9Они знали только, что эрцгерцог Ронды был, в сущности, бессмертен и что душа его переходила преемнику. 9По сути дела, все семь столетий царствовал один и тот же монарх. 9Возможно, эрцгерцогине пыла и не приходилось эрцгерцогу сестрой. 9Возможно, она была его правнучкой. 9Но в ее жилах текла голубая кровь, и все называли ее сестрой. 9Правящая семья всегда озадачивала туристов, как они веками живут за этими дворцовыми стенами. 8- спрашивали иностранцы. 9- Чем они занимаются в особняке на Рондерхофе в лыжный сезон или на островке Квивер, когда рыба идет на нерест? 9Что они делают весь день? 9Неужели им никогда не бывает скучно? 9А браки между близкими родственниками это ведь не только ужасная скука, но и просто кошмар, а правда ли? 9Когда рандийцам задавали эти вопросы, они лишь улыбались, честно говоря, мы не знаем. 9А почему они не могут быть счастливы так же, как и мы? 9Люди других национальностей, к которым я в первую очередь отношу европейцев и американцев, все так называемые, цивилизованные, народы просто не понимают, 9что такое счастье. 9Они не могли поверить, что рандийц, будто владелец кафе в столице, виноградарь на склонах Рондерхофа, рыбак на берегах Ронда Квивера или принц, 9живущий во дворце, , был доволен своей судьбой и любил жизнь. 9Да, они любили жизнь, это неестественно жить так, как рандийцы, , говорили туристы. 9Если бы они только знали, с чем приходится иметь дело остальному миру каждый божий день. 9Какое-то странное недовольство, если подумать. 1А рандийцы ничего не знали и не желали знать. 1Они были счастливы. 1Если остальному миру нравится тесниться в небоскребах и лачугах, это его личное дело. 9Тан-Доусписус, говорили рандийцы, что в переводе означает, ну и что? 8Но вернемся к правящей семье. 1Конечно, между ее членами тоже заключались родственные браки, кузин женился на кузине, да и не только на кузине. 9Однако эти браки придавали эмоциональной жизни такую деликатность, что тривиальные способы так называемого сайте использовались очень редко, 6исключительно для того, чтобы произвести на свет наследника. 9Перенаселенности во дворце не наблюдалось, ибо особой нужды плодиться не было. 9Что же касается скуки, о которой так беспокоились туристы, то невозможно скучать, когда счастлив. 9Правящий род Ронды был представлен поэтами, художниками, музыкантами, спортсменами и судоводами, каждый выбирал себе занятие по вкусу и получал от него 9удовольствие. 9Среди них не было конкуренции, а значит, и зависти. 9Что же касается протокола церемонии, то, насколько я знаю, его просто не существовало. 9Каждый вечер рецгерцог появлялся на балконе, и этим все кончалось. 9Естественно, он распоряжался не только эликсиром собственной рецептуры, но и самими источниками. 9Пещера, откуда била вода, была собственностью монарха, следил за нею сам эрцгерцог и группа его экспертов, 9которые росли в горах и перенимали свое ремесло у отцов. 9Конечно же, Грандос мечтал захватить пещеры. 9Никто не смог бы назвать членов правящей семьи недалекими и ограниченными. 9Дворцовую библиотеку, каким преступлением было сжечь все, в большинстве уникальные, книги! 9- пополнял каждый новый эрцгерцог. 1А уровень образования будущих монархов мог бы перепугать даже французского профессора. 1Эрцгерцогиня Пола была чрезвычайно одарена. 1Она говорила на пяти языках, играла на фортепьяно, замечательно пела. 9Знаменитый английский коллекционер, что купил одну бронзовую головку, пережившую ночь длинных ножей, сказал, 0- Она сделана рукой гения. 2Считали, что это была работа эрцгерцогини. 9Разумеется, как и все рандийцы, она плавала, занималась горнолыжным спортом и верховой ездой, но с самого рождения было в ней что-то такое, 9что разжигало воображение людей, делало ее всеми любимой. 2Говорили, что мать ее скончалась при родах и отец ненамного пережил ее. 2Что эрцгерцог, ее брат, не был женат, и девочка, рождение которой совпало с восхождением на трон, стала его любимицей. 9В то время во дворце не было маленьких детей. 9Предшествующее поколение выросло и переженилось, и Поло, дитя покойного эрцгерцога и одной из его племянниц, была первым ребенком во дворце за 7последние пятнадцать лет. 9Постепенно народ ощутил ее присутствие. 9Нянька, несшая младенца, выглянула из высокого дворцового окна. 9Мальчик, собиравший цветы, заметил детскую коляску в дворцовом саду. 2Один случай сменял другой. 9Видели ребенка с золотистыми волосами, катающегося на лыжах со склонов Рондерхофа, ныряющего в рондоквиверы, что более отрадно, 9державшего за руку эрцгерцога накануне его вечернего выхода на дворцовый балкон. 8Стало известно, что девочка и вправду последний ребенок династии, сестра нынешнего эрцгерцога. 9Годы шли, она росла, а легенды множились. 2Всегда благожелательные, всегда забавные, они передавались из уст в уста, как эрцгерцогиня Поло прыгнула в рондерховские водопады с самой 8высокой и опасной точки, так называемый, прыжок ронды, на который решаются только лучшие атлеты, как эрцгерцогиня завернула стадо овец, 9которое паслось на склонах у столицы, и загнула его в виноградники, как Паула перегородила верховье ронды к виверсетью, и рыба выпрыгивала на 3прибрежные луга, где ее и нашли утром удивленные фермеры, как эрцгерцогиня украсила венками из цветов ровлвулы священной статуи в картинной галереи дворца, 9как она проникла в спальню эрцгерцога, спрятала его белый мундир и ни в какой не хотела вернуть его, пока он не дал ей глоток эликсира. 9Все эти легенды могли быть сплошной выдумкой, но они нравились рандийцам. 9В каждом доме висела медаль с женским профилем. 8- Это наша эрцгерцогиня, – гордо пояснял рандийц иностранцу. 9Он никогда не сказал бы просто, эрцгерцогиня, всегда добавлял, наша. 9Она стала патроном, то есть крестной, почти всех новорожденных в Ронде. 8Каждый из ее подопечных получал в свой день рождения водоисточников и праздничные пожелания, а к свадьбе – кристаллы, наполненные стимулирующей росой. 9Туристы из Штатов и Англии находили этот обычай отталкивающим, южноевропейцы – занимательным. 9Поскольку эрцгерцог и его сестра симпатизировали друг другу, рандийцы считали вполне естественным, что когда-нибудь придет день и их свадьбы. 9Туристы были от этого в шоке, а церкви Америки и Европы пытались запретить поездки в Ронду, но безуспешно. 9И к тому же, если бы революция не произошла, то эрцгерцогиня наверняка вышла бы замуж за своего кузена Антона, поэту и чемпиона Ронды по горным лыжам. 9Один слуга, умудрившийся пережить ночь длинных ножей, сказал, что они уже давно любили друг друга. 8Марко знал все это. 9У журналиста есть осведомители везде, даже во дворце. 9Он хорошо понимал, что бракосочетание эрцгерцогини и Антона, или же эрцгерцогини и эрцгерцога, позволит семье править по меньшей мере еще одно 9поколение. 9Но рандийцам нравился этот роман. 8Поэтому Марко должен был действовать осторожно и распространить слухи среди молодежи до свадьбы. 2В первые недели своей кампании он организовал в газете колонку светской хроники, посвященную эрцгерцогине. 8Колонка была достаточно безобидна и не содержала прямой критики в адрес эрцгерцога, лишь туманной намеки на то, что с любимицей эрандийцев что-то 9происходит. 9Она выглядела задумчивой и бледной. 2Говорили, что из окон дворца она тоскливо всматривалась в беспечную толпу гуляющих. 8Не могло ли произойти отчуждение между эрцгерцогом и его сестрой, не искала ли она избавления от надвигающегося брака, которого требовали обычаи двора? 9- Цветок Ронды, – писал Маркуа, – часть нашего народа. 9Если бы она поступала так, как ей хочется, то могла бы выйти замуж за простого рандийца, однако устаревшая традиция запрещает ей сделать это. 9Прекраснейшая девушка страны никогда не сможет быть свободной. 8В тот самый вечер, когда в «Рондийских новостях» появилось это утверждение, эрцгерцогиня и ее кузин Антон находились в особняке на Рондерхофе. 9Они оказались наедине и воочию убедились, сколь сильна их любовь. 9Но за пределами дворца этого не знали. 9Поэтому в глаза бросилось отсутствие эрцгерцогини в столице, ведь она обычно приветствовала народ из окна. 1Не впала ли она в немилость? 9А может быть, она в заточении? 9Маркуа распустил слух, будто эрцгерцогиня действительно содержится под стражей высоко в горах и будет оставаться там до тех пор, 0пока не покорится воле эрцгерцога и не согласится стать его супругой. 9Непреклонная любимица рандейцев должна получить урок и уступить. 9В течение последующих дней горячо обсуждались все, за и против этого дела и зачинщиками с паров выступали сторонники Маркуа и Грандоса. 9- Так было всегда и так будет, – говорили старые, наиболее консервативные рандейцы, как правило, горцы и жители деревень. 9- Ничего хорошего из смешанных браков не выходит. 1Посмотрите хоть на европейцев или американцев. 9Пусть эрцгерцогиня перебесится и родит хорошенького бессмертного. 8- Но для чего лишать ее счастья? – спорила интеллигенция в столице. 9- Почему она не может выбрать сама? 8Неужели большинство из нас менее образованно развиты, нежели ее родственники? 9Если эрцгерцогиня хочет выйти за кого-то из нас, то почему ей этого не сделать? 9- Кто говорит, что она хочет кого-то из вас? – спрашивали горцы. 9- Все, – отвечали горячие головы. 0Вечернее рецо, разжигающее кровь, превращал вероятное в очевидное. 1В теплой ночи, опускавшейся на столицу, молодые люди глазели друг на друга, пытаясь догадаться, кто же тот счастливчик, 6что заставил влюбиться в себя цветок Ронды. 9Слухи называли то одного, то другого. 9На заснеженных скалах Рондерхов и нашли носовой платок, в котором была записка со словами «Спаси меня». 2В цветке, переброшенном через стену дворца, обнаружили запрятанную серьгу. 5К ногам молодых охотников, возвращавшихся в город на рассвете, упала медаль с профилем эрцгерцогини и словами «Я тебя люблю», и никто не знал, 9кому она предназначалась и откуда свалилась. 9Как можем мы спасти ее? 9Кто из нас ее возлюбленный? 9Довольно легко представить, как разгорелись страсти и как были посеяны семена будущей революции. 9Выход эрцгерцога на балкон был опять встречен молчанием. 9Даже старики держались в стороне, а некоторые и вовсе ушли. 9Тогда Маркуа сменил тактику. 9На неделю эрцгерцогиню оставили в покое, и предметом дискуссии стали воды источников. 9- Ученые из Северной Европы, – гласила передовица, – которые недавно исследовали воду рандийских источников, утверждают, что она содержит ценные минералы, 9до сего момента неведомые нашему народу. 9Мы не можем с уверенностью сказать, известны ли эти свойства воды эрцгерцогу. 9Но все свидетельства говорят в пользу этого. 9Данные минералы, заявляют ученые, продлевают не только жизнь, но и любовь, и к тому же обеспечивают иммунитет против болезней. 9Ученые выразили удивление по поводу того, что столь ценные воды остаются собственностью одного человека. 9Далее статья подробно рассматривала химические свойства минералов и завершалась перечнем благ, которые они могут принести всему миру. 9И вновь за вечерним бокалом рецо мнений молодежи и стариков разделились. 9- Во всем этом деле с водой есть одна штука, – говорили осторожные, повидавшие жизнь фермеры-виноградари. 9- Можно быть покойным, пока источники принадлежат эрцгерцогу. 9Кто знает, что случится, попади они в другие руки. 9С этими минералами шутки плохи, будь они твердыми или жидкими. 9А вдруг в источниках есть и что-то такое, что всех нас в куски разнести может? 9- Вот именно! – говорили горячие головы в столице. 9- И вся эта сила зависит от прихоти одного человека. 9Вся эта мощь может быть использована на благо и во вред. 1Эрцгерцог остается вечно юным, разве не так? 9А мы проживаем обычную жизнь, стареем и умираем. 9Для нас бессмертия нет. 9- Эрцгерцог умирает во плоти, как и все мы, – отвечали старики. 9- Когда болезнь поражает его, он уходит из жизни. 9- Но только после того, как рвет от жизни все, что может, в том числе и свою сестру, если она его сестра, а не правнучка, – возражала молодежь. 9- Почему мы не можем жить по сто лет и не стареть? 8- Потому что вам это ни к чему, – спокойно отвечали старцы. 6- Вы не будете знать, как употребить дар вечной юности. 9- Почему? – кричала молодежь. 9- Почему не будем знать? 9А он знает? 9Молодые тщательно пережевывали эту тему. 9В конце концов, что особенно в этом эрцгерцоге? 9Каждый вечер он всего лишь выходит на балкон, вот и все. 9Чем он занимается во дворце, никто не знает. 9Он мог быть тираном, заставляющим молодых родственников повиноваться своим приказам- он мог быть чудовищем, убивающим старших родственников, 9дабы никто не мог повидать о его возрасте кто когда-либо видел во дворце кладбище. 9Какие тайные дела творились здесь? 3Какие заговоры плелись? 9Какие яды смешивались? 9Слухи могут превратить храбрецов в трусов и посеять панику среди самых невозмутимых. 9Маркуан наблюдал плоды своей пропаганды, а сам держался в стороне, отвечая при случае, что он просто обязан обнародовать общественное мнение. 9Что касается его самого, то никаких взглядов на эту проблему у него нет. 9В следующем номере передовица гласила. 9Тревожные чувства возникают при мысли, что свойства минералов рандийских вод могли бы, мы намеренно используем выражение, могли бы, поскольку не говорим, что данное событие уже произошло, 9быть продано какой-то другой державе за спиной народа и в конечном счете использованной против него. 9Что помешает арцгерцогу при желании покинуть Ронду вместе с секретной формулой или же передать источники какой-то другой державе, во власти которой мы сразу же окажемся? 9Народ Ронды не имеет права определять собственную судьбу. 9Мы все живем на краю пропасти, которая может в любой момент разверзгаться и поглотить всех нас. 9Пришло время передать источники народу. 9Завтра будет уже поздно. 1Как раз в этот момент в компанию включился Грандос. 9Он направил в рандийские новости письмо, бившее тревогу, ибо одного из его лучших мастеров с завода в низовьях Ронда Квивера, 9где предварительно обрабатывали рыбьи хребты, нашли в реке Мертвым. 9Его тело с привязанным камнем обнаружили в устье Ронда Квивера. 9Семейному человеку, довольному своей жизнью, незачем кончать самоубийством. 9Не была ли это грязная игра, и если да, то кто мог ее инспирировать? 9Днем раньше видели, как он разговаривал со слугой из дворца, после чего слуга исчез. 9Может быть, власть имущая слова, эрцгерцог, не упоминалась, пожелали заполучить секреты новой, прогрессивной рыбной промышленности, 9принесшей столько благ живущему реки, и контролировать эту промышленность? 9Как должен поступить Грандос? 9Не говоря ни слова передать свою промышленность монарху или же отказаться, позволяя тем самым убивать своих рабочих? 9Одно дело, когда власть контролирует источники, что, возможно, несправедливо и даже опасно. 9Но это, не дело Грандоса. 9Его заботит собственный бизнес, рыбная торговля, которую он организовал сам, без помощи каких-либо традиций. 5И он хотел бы посоветоваться с рандийским народом, как ему следует поступить. 9Трудно было выбрать более взрывоопасный момент. 2Воды источников. 9Да, это серьезная тема, о ней можно долго говорить. 8Но вот найден утопленник, которого, возможно, убили. 4Это уже совсем другой поворот событий. 9В рандийские новости, посыпались письма со всех концов страны. 9Если под угрозой рыбная промышленность, то что же будет с виноградниками? 9А с торговлей вино? 9С кафе? 9Неужели отныне люди перестанут чувствовать себя в безопасности? 9Грандос отвечал на письма, благодарил всех корреспондентов за поддержку и добавлял, что выставил охрану вокруг своего завода на Ронде-Квейвере. 9Охрану вокруг рыбного завода. 9В Ронде, кроме дворца, никогда ничего не охраняли. 9Старики сильно встревожились, но молодые ликовали. 9- Пусть они видят, – говорила молодежь. 9- Они не посмеют лишить нас прав. 9Да здравствует грандос и право человека работать на себя. 9- Они, конечно же, означало, эрцгерцог. 9Люди, растревоженные прочитан в рандийских новостях, были сбиты с толку и уже не могли понять, что эрцгерцог никогда никому не угрожал, 9никого не топил и не проявлял никакого интереса к переработке рыбных костей, разве только в тех случаях, когда отпускал шуточки в адрес женщин, 9нуждающихся в бюстгальтерах. 9Подоспело время делегировать депутацию во дворец, и после маневров, подготовленных Марко и Грандосом, сами они воздержались от участия в депутации, 9группа молодых людей собралась у ворот дворца и вручила протест, подписанный детьми лучших граждан Ронды, с требованием прояснить политику двора, 9даёт ли эрцгерцог торжественное обещание, что права и свободы рандийцев не будут нарушены и что не будет предпринято никаких попыток 9установить контроль над новыми отраслями промышленности, делающими прогрессивную ронду самой передовой страны Европы? 9вопрошала петиция 1На следующий день люди нашли записку, прикрепленную к воротам дворца, если и будет сделана попытка установить контроль над промышленностью или нарушить 9вековые традиции, права и свободы рандийцев, то она не будет исходить от эрцгерцога, ответ был столь лаконичен, столь двусмыслен, что звучал почти как насмешка. 9И кроме того, что он подразумевал? 9Кто еще, кроме эрцгерцога, мог стремиться к изурпации промышленности и прав народа? 1Всего лишь одно предложение в ответ на петицию в дюжину страниц. 9Рандийская молодежь, намекнули, рандийские новости, получила звонкую пощечину. 9Привилегированные цепляются за обветшалые символы, как за средства самозащиты, – поясняла статья на первой странице газеты. 9- Теперь ясна мистика мундера, вечерних выходов к народу, ритуал родственных браков. 9Молодежь Ронды больше не обманешь. 9Свобода действий в ее руках. 9Тот, кто желает сохранить юность и передать ее секрет будущим поколениям, знает, что ответ, в пещерах Рондерхофа, а ключи от них, в лабораториях дворца. 9Это была уже прямая атака на эрцгерцога. 9Но на следующий день газета ее не возобновила, и всеобщее внимание привлек материал, посвященный цветку Ровуллы. 9Оказывается, он находится в опасности, может потерять свой цвет и аромат из-за воздействия радиоактивных частиц, попадающих в долину вместе со снегами Рондерхофа. 9Дело в том, что снежные лавины всегда проходили по западному склону горы и никогда, по восточному. 9Но восточной стороне его счищали, ибо здесь члены правящей семьи прыгали с трамплина и купались в водопадах. 9- Естественный путь лавин пролегает по восточному склону, – писал ботаник, – но, поскольку он может помешать забавам привилегированных, 0охрана в горах, это обнаружили недавно, получила приказ направлять угрожающие лыжным трассам лавины по западному склону. 9Видимо, правителю Ронды безразлично, что лавины губительны для цветоводства на западном склоне, 9что радиоактивный снег вреден здоровью самих цветоводов. 9Вслед за этой статьей газета быстро опубликовала отклик читателя, одного из ведущих сборщиков цветов. 9Он признавался, что всегда связывал редкостную ткань бутонов рвового с влиянием снега. 9- Именно поэтому, – писал он, – мои предки придавали большое значение снежным лавинам. 9Неужели все не ошибались? 9- Боимся, что наш корреспондент был неправильно информирован, а его предки оказались в плену ложных представлений, – отвечала газета. 9- Недавние исследования подтвердили, что снег погубен для бутонов рвового. 9Кроме того, у нескольких рабочих с фабрики Грандоса, занятых измельчением цветов, ладони рук поражены какой-то разъедающей субстанцией, 9которая, как полагают, содержит частицы радиоактивной пыли. 9Газета поместила впечатляющую фотографию руки, покрытой экземой. 8Она появилась у рабочего, измельчившего цветы со склона Фрондерхофа. 9Писали, что он теперь серьезно болен и не может работать. 9Грандос тотчас объявил, что выдает каждому рабочему перчатки, чтобы они смогли защититься от заражения, 9случить цветкам рвового и в самом деле быть радиоактивными. 8- Народ Ронды может гордиться, – писала газета, – что по крайней мере одному человеку в этой стране не безразлично здоровье простых 7сотечественников. 5Мы, используя возможность, благодарим Грандоса… 9Что все это время делала эрцгерцогиня? 9Неужели про нее забыли? 9Один из слуг особняка, переживший ночь длинных ножей и сбежавший в Восточную Европу, рассказывал приютившим его людям, 9что ему выпала честь обслуживать эрцгерцогиню и ее кузен Антона во время их недолгого уединения. 9- Ни одна пара не была так счастлива, – говорил он, – никогда двое не были так влюблены. 9Они катались на лыжах с крутых склонов, купались в горных озерах, а по вечерам я и мой помощник, которого потом убили, подавали им молодую рыбу, 9запеченную в листьях рвовулы, и забродивший сок винограда. 5Эрцгерцог предоставил в их распоряжении свои апартаменты, окна и балконы которых выходили на запад и восток. 9Они могли наслаждаться восходом и заходом солнца, но, как призналась мне эрцгерцогиня, не замечали ни того ни другого. 9После революции эта история попала в американские газеты. 1Ее считали насквозь лживой, но многие старики верили ей. 8В начале марта эрцгерцогиня и Антон вернулись во дворец и занялись приготовлениями к свадьбе. 9И здесь она совершила ошибку. 9Им следовало бы остаться в горах. 9Но счастливая эрцгерцогиня пожелала поделиться своей радостью с рандейцами. 9Она не верила, что за такой короткий промежуток времени отношение народа могло измениться. 8Потом говорили, что эрцгерцог предупреждал ее, но она не захотела слушать. 9- Я всегда любил народ и народ любил меня. 9Она так и сказала. 9Под влиянием переполнявших чувств, ибо любила и была счастлива, она взяла за руку Антона, подошла вместе с ним к окну и, улыбаясь, 9стала махать рукой. 9Перед дворцом, как всегда, собралось много народу, и неожиданно все увидели эрцгерцогиню Паулу, которая, как им говорили, 9была в немилости или даже в заточении. 9Рядом с ней стоял Антон. 9Паула быстро отошла от окна, возможно, ее позвал сам эрцгерцог. 9Все разом заговорили, стали задавать друг другу вопросы. 9- Получается, она не пленница? 9- недоумевали некоторые. 9- Она здесь, улыбается, возле нее Антон, тот самый, поэт и чемпион по лыжам. 9Что все это значит? 9Выходит, они любят друг друга. 9Этот эпизод мог обернуться катастрофой для замыслов Маркуа, который в тот самый вечер случайно оказался на площади вместе со своими 7друзьями. 9Он потягивал чай Риви за столиком, он никогда не пил яйцо и вообще воздерживался от алкоголя, а Риви, будучи концентратом трав, 9полезен для печени, и ему хватило ума улыбнуться и воздержаться от пространных комментариев. 9- Все это, часть задуманного, – только и заметил он. 9- Завтра они сделают заявление. 8Вот увидите. 9Утром на воротах дворца появилось коротенькое объявление, что приготовление завершено и вскоре состоится бракосочетание между орцгерцогиней 9Паулой, любимой сестрой орцгерцога, и ее кузеном Антоном. 9Маркуаж организовал дневной выпуск «Рондийских новостей». 9- Предсказанное нашей газетой совершилось! – кричали ее тексты. 9- Цветок Ронда сдался и вопреки собственному желанию согласился на брак по расчету скромным родственникам. 9Недели одиночного заточения сломили дух отважной красавицы. 9Ее желание выйти замуж за простого Рондийца было грубо попрано. 9Кто может сказать, какие методы использовали во дворце, чтобы заставить орцгерцогиню подчиниться? 9Возможно, цепляющиеся за власть фанатики применяли подобные методы веками. 9Антон, будущий муж из детства любимчик орцгерцога, без сомнения, пришел к тайному соглашению с монархом, 5по которому обязался разделить с ним свою невесту в обмен на право престола наследия. 9Народ Ронда потерял свою орцгерцогиню. 9У народа украли его любимицу. 9В ту ночь в столице вспыхнули первые мятежи. 9Поджигали дома. 0Били витрины кафе, избивали стариков, умолявших о спокойствии и порядке. 9Нападений на дворец не было. 9Дворцовая гвардия оставалась на своих местах, но оркестр не играл национального гимна, и впервые эрцгерцог не вышел на балкон. 9Утром угрюмая толпа, собравшаяся перед дворцовыми воротами, прочитала записку, которую прикрепил гвардеец. 9Записка была написана рукой эрцгерцогини, – Я хочу, чтобы народ Ронда знал, я люблю своего кузена Антона, 9- Мы провели вместе радостный для нас предсвадебный медовый месяц, и в наш союз я вступаю по доброй воле. 9Толпа уставилась на записку. 9Люди не знали, чему верить. 1Но агитаторы, появлявшиеся по приказам Марко и Грандоса то здесь то там, вскоре вновь распустили слухи. 8Они заставили ее написать записку. 9Стояли подлине ее и угрожали. 9Предсвадебный медовый месяц, как же! 9Невольная пленница этого лыжника Антона. 9Давно пора сжечь особняк в горах. 9Дневной выпуск «Рондийских новостей» не вышел. 1Вечерний как бы и не заметил записки эрцгерцогини. 9Только маленький абзац, набранный мелким шрифтом, сообщал читателям, эрцгерцогиня Паула выразила свое согласие стать супругой Антона, 2близкого друга эрцгерцога. 9Свадьба состоится немедленно, если уже не состоялась. 9Народ Ронды сделает выводы сам. 9Центральная страница была полностью отведена описанием новых вспышек экземы у рабочих, занятых измельчением лепестков. 9Как сообщала газета, экзема появилась и у рабочих рабоперерабатывающих предприятий. 9Дирекция выразила серьезную озабоченность и распорядилась немедленно закрыть заводы до окончания расследования. 9Газеты поместили снимок, грандос гладит по головке сына одного из своих рабочих и протягивает ребенку пару крошечных перчаток. 9Туристы начали покидать страну на следующий же день, и отели на островках внизу Вьехронда Квивера быстро опустили. 9- Мы не хотим подхватить эту экзему, – жаловались многие. 9- Говорят, она заразна. 1Одному рыбаку власти сказали, что пойманная в реке рыба отравлена. 9Что-то связанное со снежными лавинами. 9- Бедная эрцгерцогиня, – говорили романтически настроенные туристы. 9- Подумать только, заставляют выйти замуж за нелюбимого. 9А правда, что она ужасно влюблена в хозяина кафе. 9В Штатах ей разрешили бы выйти из-за него. 9В аэропорту и на границе друзья Марко и Грандоса смешивались с толпами отъезжающих. 9- Хорошо, что вы нас покидаете, – намекали они. 8- Что-нибудь может произойти, уж мы-то понимаем. 8Эрцгерцог плохо настроен. 1Еще неизвестно, что он может сделать, если люди покажут, что этот брак по принуждению им не по душе. 9- Но что же он может сделать? – возражали самые благодушные. 9- У него нет даже армии, разве что гвардейцы для церемоний. 9Агитаторы озабоченно замечали, вы забываете, что в его руках источники. 9Если бы он захотел пустить воду, то затопил бы всю страну. 9Завтра же вся Ронда оказалась бы под водой. 5Желающих покинуть страну было так много, что некоторым европейским авиакомпаниям пришлось изменить привычное расписание и направить в Ронду 9дополнительные самолеты. 9Соединенные Штаты послали к устью Ронда Квивер и пассажирский лайнер, взявший на борт тех многочисленных сограждан, 9которым уже никакие взятки не помогли заполучить билеты на самолет. 9Сами Рондейцы оставались на местах, но чувствовали себя неспокойно, и вскоре слухи о возможном наводнении проникли во все уголки маленького 1ерцгерцогства. 9- Неужели он сделает это? 9- спрашивали они друг у друга. 9- Неужто Эрцгерцог выпустит воды? 5Жители долин пристально смотрели на молчаливый Рондерхов, нависший над их головами и казавшийся таким далеким. 9Горцы выходили из домов и прислушивались к шуму воды, каскадами неспепадавшей из больших пещер, если это случится. 9Куда нам подяться? 9Кто сегодня в безопасности? 4Ронда, этот рай дураков, впервые познала страх. 4- 4Следует понять, что революция случилась отнюдь не благодаря усилиям какой-либо партии. 1Конечно, ее тайно организовали Марко и Грандос. 9Сам же народ Ронды был удобно раздроблен на группы разными условиями жизни и интересами. 1Юные романтики, а они, как правило, все жили в столице, уверовали в то, что Эрцгерцогиня Паулу, цветок Ронды, насильственно отдают замуж и что в 2действительности она влюблена в одного из них. 9Заметьте, никто не знал имени этого возлюбленного, однако говорили, что он, сын одного из выдающихся граждан. 9И ни один юноша в городе не соглашался даже мысленно уступать пальму первенства кому-то другому. 2Стало модным напускать на себя меланхоличный и таинственный вид, вставлять в петлицу цветок Ровулы и по вечерам часами торчать на площади, 9потягивая лицо и задумчиво траща глаза на дворцовые окна. 9Более практичных, а они в основном работали в промышленности, волновали утопленник с рыбного завода Экзема на ладонях товарищей по работе. 9Экзема действительно распространилась среди тех, кто обрабатывал рыбьи кости и измельчил цветы, причина ее была довольно простой. 6Рыбьи кости острые содержат вещество, раздражающее чувствительную кожу, а раздавленное сердце винорового выделяет ядовитый сок. 9Получилось так, что Грандос выбрал для промышленного использования непригодное природное сырье. 9Если бы рандийцы поняли это, то, пожав плечами, только сказали бы Тандоу списывался и перестали бы работать у Грандос и Грандос подозревал, 6если не знал наверняка, истинную причину Экземы. 9Но промышленники склонны игнорировать проблемы, мешающие им делать деньги. 9Прогрессивные рандийцы роптали, ибо прочитали в «Рандийских новостях», что эгоизм арцгерцога, пожелавшего лично контролировать новые отрасли 8промышленности, не даст им двигаться вперед, а свободолюбивые соотечественники усвоили из той же газеты, что их свобода под угрозой. 9Что же касается простаков, то достаточно было подкинуть им мыслишку о надвигающемся потопе, не урожая, падеже скота и угрозе для их жизни, 9чтобы они примкнули к любой партии, обещавшую безопасность и стабильность. 9Страх перед потопом, страх перед рассерженным эрцгерцогом сделал старшее поколение революционерами. 9Возможность обладать секретом вечной юности воспламенила и сделала революционерами молодежь. 9Эрцгерцогиня была символом, красавица в когтях у зверя. 1Нетрудно догадаться, куда вели все пути и кого надлежало свергнуть и уничтожить. 8Эрцгерцога. 8Приближались весенние празднества. 9В глубине души каждый ждал, что-то должно случиться. 9Зимние снега Рондерхофа сойдут лавинами в марте, но не принесут ли они в этом году чего-то еще? 9Неужели эрцгерцогу, казалось, неинтересующемуся происходящим, удастся застать рандийцев, 5врасплох и вызвать катастрофу. 9По Ронде покатилась волна митингов и собраний. 9В горах и долинах, у берегов Рондеквивера и на склонах Рондерхофа, конечно же, в самой столице люди, собравшиеся в толпы шушукались и 9перешептывались. 9Испуганные старики, подавляя укоры совести, прятались по домам. 9- Если что-то должно произойти, пусть уж происходит поскорее, – говорили они между собой. 9- Закроем глаза и заткнем уши. 0Приходилось ли вам наблюдать, как беспокойство природы сливается с тревогой в обществе и порождает кризис? 9Последние дни перед праздником были необычайно холодными, а в последний вечер начал падать снег. 9Утром рандийцы увидели вокруг белый мир. 1Небо укрывало огромное влажное одеяло облаков, ронявших хлопья снега размером с ладонь. 9Казалось, что снег послан на землю специально, укрыть готовящееся зло. 9- За все годы, – говорили старики, – не бывало такого на весенний праздник. 9Может быть, спрашивали они себя, и права молодежь, которая намекает, будто во власть Эрцгерцова не только воды, но и погода? 9Не предвещает ли необычный снегопад нашу судьбу? 2Ни цветов, ни игр, ни танцев. 9И тогда, спотыкаясь и падая, в горную деревушку прибежал пастух, искавший на Рондерхофе заплутавшую овцу, идет лавина, – возбужденно кричал он. 9- Ослепленный снегом, я остановился в лесу и вдруг услышал ее шум. 9Нельзя тратить ни минуты. 9На Рондерхофеи прежде случались лавины, они повторялись каждую зиму, веками, но это была совсем иной. 8Это подгоняла волна накопившихся за год слухов. 9Крестьяне бросились к безопасной столице, а за ними покатилась молва, она опережала их, вновь встречала и окружала всех рандийцев, 9отрешенно смотревших на серое небо, на то, как гибнет национальный праздник. 9- Эрцгерцог пустил воду. 9Эрцгерцог трясет гору. 9Первобытный страх крестьян передался горожанам. 1- Эрцгерцог сбежал. 1Он напустил снежную бурю и ослепил нас, чтобы незаметно удрать. 0Когда он и его двор будут в безопасности, Ронда исчезнет под водой. 9- Больше всех испугались рабочие из фабрик Грандоса. 9- Не трогайте снег, он заражен, отравлен, не прикасайтесь к нему! – кричали они. 9Женщины и мужчины, старики и дети из деревень, из долин, кто откуда, все бежали к столице. 9- Помогите, спасите, снег отравлен. 1А в редакции «Рандийских новостей» Маркуа выдавал своим сотрудникам длинные ножи, какими рандийцы обрезают виноград. 9В детстве, на родительском винограднике, Маркуа пришлось поработать таким ножом, и он хорошо запомнил остроту его лезвия. 9Уже несколько недель собирал он ножи со всех виноградников страны. 5- Сегодня, рандийские новости, не выйдут, – сказал он. 6- Выходите на улицы. 4Затем в порыве самотречения он заперся в маленькой комнате на задворках редакции, отключил телефон и не принимал никакого участия в 4происходящем. 1В тот день он ничего не ел, а только сидел и смотрел, как падает снег. 9Маркуа был пурист. 4Гарандос тоже держался в сторонке. 8Правда, он открыл двери своего дома беженцам с гор. 9Он поил их бульоном и вином, раздавал теплую одежду. 9Потом говорили, что он был удивительно собран и спокоен перед лицом надвигавшейся беды, безукоризненная внимательность, готовность помочь и успокоить, 1раздать лекарства и бинты. 9Переходя от одной из жертвы паники к другой, он повторял, – успокойтесь. 8С вами плохо обошлись, вас ужасно обманули. 6Но я обещаю, что скоро все устроится. 9Он ни словом не обмолвился о дворце Эрцгерцева и всего лишь раз позвонил Маркуа, перед тем как тот отключил телефон, – пусть народу говорят, 9что трубопровод, соединяющий дворец с источниками Рондерхофа, наполнен радиоактивной водой и что по сигналу Эрцгерцева эту воду пустят на людей, 9когда те соберутся на площади. 9Первые же струи обожгут, ослепят и изувечат. 9Повесив трубку, он вновь принялся раздавать пищу и одежду беженцам. 9Да, так это было. 1Никто не может сказать, что революция произошла по воле одного какого-то человека, хотя Маркуа и Грандос сыграли в ней немаловажную роль. 9Революция в Ронде – это стремительное прорастание семян, веками ждавших своего часа. 9Вот эти вечные семена, боязнь снега и наводнений, страх перед смертью и потому понятная неприязнь к Эрцгерцогу, якобы повелевающему этими стихиями, и, конечно, 7зависть к вечно юным. 2Можно ли обвинить рандейцев в безнравственности? 8Нет, конечно, нет. 8То, что они чувствовали, было вполне естественным. 9И что возразить, если Эрцгерцог действительно владел источниками? 9Я не говорю, что он имел какое-то отношение к лавинам. 1Но лыжные трассы дворца и вправду находились на восточном склоне, а лавины всегда спускались по-западному. 9Хотя это говорит лишь о предусмотрительности в выборе подходящего места. 9Не было подтверждений тому, будто направление лавин кто-то намеренно изменял. 9Разумеется, нельзя исключать и такую возможность. 9Стоит лишь начать в чем-то сомневаться. 9Сомнение рождает часто меняющееся настроение, недоверие и боязливость. 9Тот, кто теряет веру, расстается с собственной душой. 9Да, да, да! 9Я знаю, что вы хотите сказать. 2После революции многие иностранцы тоже твердили, мол, у рандейцев нет моральных норм, нет вероисповедания, нет системы этических взглядов. 9Поэтому, как только их поразит страх или сомнение, они становятся одержимыми. 8Позвольте заметить, что вы, как и те туристы, несете чепуху. 2Рандейцы реками пребывали в совершенной гармонии именно потому, что были свободны от норм, вероучения и этики. 9Им нужна была только жизнь, а с ней и счастье, что приходит с жизнью. 9Да, один из них, Маркуа, родился хромым, а другой, Грандос, жадным, но этого оказалось достаточно. 9Увечья, поразившие этих людей, именно увечья, ибо жадность рождается голодом, а хромота, а правильной анатомией, заразили других. 9Неутолимый голод и неправильная анатомия, в сущности, одно и то же, ибо вызывают к жизни силу, сметающую все на своем пути, 9подобно разлившемуся Ронда Квиверу. 9Итак, падал снег, день подходил к концу, на город опускалась ночь, а рандейцы стекались к столице. 9Что же происходило во дворце? 9Полного единодушия на сей счет нет и не будет. 1Горячая голова и поныне утверждает, что эрцгерцог в лаборатории заканчивал последнее приготовление адской машины, способной выпустить воды Рондерхофа в 9долину. 9Говорят также, что он налаживал мощный водомет для радиоактивной воды. 9И будто бы в этот момент эрцгерцог и Антон готовили изощренную пытку для эрцгерцогини, которую умоляла пощадить народ. 2Другие считают, что ничего подобного не происходило, эрцгерцог играл на скрипке, он был отличным музыкантом, а эрцгерцогиня и ее избранник предавались любовным 5утехом. 0Третьи же настаивают на том, что дворец охватил паника и все торопливо собирали вещи к отъезду. 9Все могло быть. 0Когда грабили дворец, то в лаборатории действительно нашли подземный водопровод, ведущий к пещерам на Рондерхофе. 9К тому же налицо были все признаки планировавшегося отъезда. 9Другой вопрос, куда? 9Может быть, готовилась обычная поездка в особняк на Рондерхоф? 9Конечно же, никто не обнаружил следов пыток, но когда нашли эрцгерцогиню, то все увидели ее потускневшие то ли от слез, то ли от усталости глаза. 9Но что это могло означать? 9Могу лишь повидать вам одну историю, рассказанную под присягой слугой-шпионом. 9- Как он попал во дворец? 9Не знаю. 9У каждой революции есть свои слуги-шпионы. 9В полночь он впустил революционеров во дворец. 9Вот что он потом поведал. 9- Сильный ночной снегопад накануне весенних празднеств наводил на мысль, что праздник отменят. 9И вскоре после обеда лакеи у дверей сказали, что сбор цветов и спортивные игры отменили. 9Не могу сказать, готовился ли отъезд в особняк, поскольку меня не допускали в апартаменте эрцгерцога. 9В одиннадцать часов эрцгерцог провел совещание с членами правящей семьи. 9Не знаю, сколько человек при этом присутствовало. 9За те три месяца, что служил во дворце, я так и не узнал число членов семейства. 9Присутствовали Антон и эрцгерцогини Паула. 9Я узнал в лицо еще четверых, но не припомню их имен. 9Они спустились из апартаментов в белую комнату, ту самую, с балконом, выходившим на площадь. 9Мы, слуги, называли ее Белой. 9Я стоял у подножия лестницы и наблюдал. 1Антон шутил и смеялся, но я ничего не расслышал, к тому же они говорили на особом диалекте двора, напоминающем старо-индийский. 9Помню, что эрцгерцог был бледен. 9Двери в комнату закрыли, и они оставались там около часа. 9В двенадцать дверей открыли, и все, за исключением эрцгерцога и эрцгерцогини, вышли. 9Затем меня сменили, и вскоре после часа случилось нечто необыкновенное. 9Всех слуг пригласили по очереди пройти в белую комнату, нас пожелал увидеть эрцгерцог. 9Я подумал о возможной ловушке и встревожился, но сбежать уже не мог. 0Кроме того, революционное руководство приказало мне в назначенный час впустить во дворец нужных людей. 9Я старался не выдать волнения и ждал своей учреди. 5Первым в комнате я заметил эрцгерцога в белом мундире с Орденом Справедливости я сразу же понял, что он собирался выйти на балкон, 9несмотря на падающий снег, отмененный праздник и враждебно настроенную толпу. 9Должно быть, он уже приготовил водомет, подумал я про себя, и где-то здесь, в комнате, у него спрятан вентиль. 9У меня не было времени осмотреться. 9Я только увидел, что эрцгерцогиня сидела на стуле полударь от окна. 9Она что-то читала и не обращала на меня никакого внимания. 9Судя по ее виду, нельзя было сказать, что с ней плохо обращались, правда, она была очень бледна. 9Больше в комнате никого не было. 1Эрцгерцог подошел ко мне и протянул руку. 9- Прощайте, – сказал он, – будьте счастливы. 6- Ага, подумал я. 8Это означает одно из двух. 9Либо насобрался бежать и покинет дворец еще до полуночи, либо это – высшее проявление жестокости правителя, 9собирающегося затопить город и уничтожить всех нас. 9Как ни посмотри, а слова его были ложью. 9- Что-нибудь случилось, сэр? 5- Спросил я и сделал подобающее лицо. 8- Это будет зависеть от вас, – ответил он и хладнокровно улыбнулся. 8- В конце концов, наше будущее в ваших руках. 9Я прощаюсь, поскольку вряд ли мы с вами еще увидимся. 9Я лихорадочно соображал ничего ведь не случится, если я задам ему вопрос. 9- Вы уезжаете, сэр? 0- Спросил я, чувствуя, что внутри у меня все сжимается от страха, ведь он в любую секунду мог включить водомет. 9- Нет, я не уеду, – сказал он, – но мы больше не встретимся. 9Он решил нашу судьбу. 9Это безошибочно угадывалось в его голосе. 9По моей спине побежали мурашки. 9Я не знал, выйду ли отсюда живым. 9- Эрцгерцогиня тоже желает попрощаться с вами, – продолжал он. 1Потом повернулся, вы даже представить себе не можете более надменного, хладнокровного человека, и произнес, Паула, позвольте представить вам вашего слугу. 1Я не знал, что делать Эрцгерцогиня поднялась, отложила, что читала, подошла ко мне и протянула руку. 9- Будьте счастливы, – сказала она не на дворцовом диалекте, а на языке столицы. 8Уверен, что ее загипнотизировали, накачали наркотиками или же этот Эрцгерцогиня как-то повлиял на нее. 6В глазах Эрцгерцогини отражалась вся скорбь мира. 8Раньше, до планов насильственного брака с Антоном, она была беспечна и весела. 9Тогда, в белой комнате, я не смог заставить себя посмотреть ей в глаза или что-то пробормотал я хотел сказать, – все хорошо, не уйдет. 9Не беспокойтесь, мы спасем вас, но не посмел. 4- Вот и все, – произнес Эрцгерцог, и я поймал на себе его странный взгляд. 9Честно говоря, мне это не понравилось. 8Казалось, он прочел мои мысли и понял мое беспокойство. 1Все-таки он был настоящий дьявол. 9Я повернулся и вышел из комнаты. 9Он был прав, как всегда. 1Я больше никогда не видел его, живого. 9Как настоящий революционер, я отдал должное Эрцгерцогу, когда его повесили вниз головой на площади. 9Подошла моя очередь занять свое место у ворот вместе с другим слугой. 9Я никому ничего не говорил и каждый момент ожидал своего ареста. 9Но ничего не случилось. 9Без десяти и двенадцать я находился на своем обычном посту, у двери, ведущей во двор. 9Я должен был открыть дверь, как только в нее три раза постучат. 9Я не знал, кто постучит и как они пройдут посты гвардейцев. 9Время шло, и мне уже стало казаться, что план провалился. 9Музыка наверху затихла, и неожиданно дворец окутала тишина. 9Без трех минут двенадцать в дверь три раза постучали. 9В тот же самый момент лакей, стоявший наверху лестницы, распахнул дверь белой комнаты и сказал мне. 9- Эрцгерцог выходит на балкон. 9- Струи воды из водомета сейчас ударит по народу, – подумал я и отпер дверь. 9Мимо меня быстро проскочили люди с длинными ножами. 8Дальше я уже ни в чем участия не принимал. 9Я сделал только то, что мне приказали. 9На этом показания кончаются. 9Сегодня они хранятся в музее революции под стеклом. 9Там же, на стене, висит несколько длинных ножей. 9Зал с этими экспонатами занимает бывшую белую комнату, правда, теперь ее не узнать. 9Спрашиваете, как революционеры проникли через посты и гвардии? 9Эрцгерцог не давал гвардии никаких приказов кого-либо останавливать. 9Так было все семь веков. 9Просто гвардейцы позволили перебить себя без сопротивления. 9Страшная была бойня. 9Перебили все живое во дворце, слуг, членов семьи, животных. 9Всех, за исключением эрцгерцогини. 9Революционеры проникли через боковую дверь. 9Должно быть, их было семь сотен. 9Во всяком случае, так постоянно говорят, потому что Маркуа непременно хотелось, чтобы их число символизировало семь веков за стою. 9Убивать обитателей дворца, не оказывающих никакого сопротивления, было проще, чем обрезать виноград. 9В каком-то смысле погибшие сами приносили себя в жертву. 9И надо добавить, хотя это и неприятно, что первый удар ножом, первое впечатление от обнажившейся плоти и кровь опьяняли не меньше рецо. 9Молодые люди потом признавались, что не могли остановиться, и поражали, резали, кромсали. 9Все живое, попадавшиеся на пути, лакеи и гвардейцы, принцы и канарейки, собачки и ящерицы,, все должно было погибнуть. 9А эрцгерцог? 0Да, он вышел на балкон. 9Без водомета. 9Он стоял в белом мундире с Орденом Справедливости и ждал, когда рвавшиеся на штурм взберутся по спинам к головам своих товарищей на балкон, 9он ждал, когда они объединятся с отрядом длинных ножей, проникшим во дворец. 9Старики, попрятавшиеся в своих домах, потом рассказывали, что крики злобы, ненависти и зависти, рвавшиеся из глоток революционеров, 9бросившихся на эрцгерцога, были слышны высоко в горах и далеко у берегов Ронда Квивера. 9И все это время шел снег. 9Да, шел снег. 5Когда во дворце все было кончено и по лестницам стекала кровь, молодые революционеры послали донесения Маркуа, все еще сидевшему в своей редакции. 9Донесение было лаконичным, – справедливость восторжествовала. 9На улице шел снег, и Марка направился во дворец. 9Встретившие его по пути соратники, чуть пеотстав, шли в ногу с ним Маркуа постучал в комнату эрцгерцогини, и она позволила ему войти. 9Эрцгерцогини стояла у открытого окна Маркуа подошел к ней и сказал. 9- Вам нечего больше бояться, мадам. 8Мы освободили вас. 2Вы свободны. 9Уж не знаю, чего ожидали от нее Маркуа и революционеры, слез благодарности или горя, страха или доброжелательности. 9Никто не представлял себе, что чувствовала эрцгерцогини. 8Только вот что вышло. 9Она надела белый мундир с Орденом Справедливости, пояс с мечом и сказала Маркуа и революционерам, – будьте счастливы. 8Я, ваша эрцгерцогини. 2Я унаследовала воду источников и секрет вечной юности. 9Делайте со мной что хотите. 9Они вывели ее на балкон и показали народу, а ей – тело эрцгерцога. 9Это было жестоко, могут сказать некоторые. 9Как на это посмотреть? 9Все зависит от того, что же считать погибшим в ночь весеннего праздника, в ночь длинных ножей. 9Невинность или зло? 1Вот так-то. 9Кое-кто говорит, что Ронда испорчена до неузнаваемости и что, если бы не ее природные ландшафты, конечно же, климат, 9она была бы рядовым туристическим раем, где люди только о деньгах думают. 9Многие с этим не согласны и считают, что Ронда прогрессивна, в ней процветает промышленность и в городах, растущих как грибы на берегах Ронда Квивера, 9полна. 9Энергичные молодежи, желающие заявить о себе миру. 9Они даже выдвинули лозунг, Ронда говорит, мир повторяет. 9И во всем этом есть доля истины. 9Сегодня молодых рондейцев можно встретить в любой столице Европы и в Соединенных Штатах. 5Они наверстывают упущенное за время, апатии, и твердо намерены вывести страну на передовые рубежи. 8С точки зрения психологии они представляют собой интересный случай. 8Видите ли, несмотря на сильный национальный дух, на прогресс, лозунги и упование на особую миссию Ронды, им так и не удалось заполучить 8секрет вечной юности. 9А ведь именно в этом состояла цель революции. 9Правда, они экспортируют воду, Грандос об этом позаботился. 9Но это не та вода, что готовили раньше по секретному рецепту. 1В тайну рецепта все еще хранит эрцгерцогиня. 9Я уже рассказывал вам, что они пошли на все, действовали на нее лестью, потом изнасиловали, пытали, бросили в тюрьму, морили голодом и болезнями. 9Ну тщетно! 9Они не сломили ее до сих пор. 9Все, что она испытала, должно было как-то сказаться на ней. 9Однако лицо эрцгерцогини по-прежнему прекрасно, как цвету кровавулы. 5И все же, если вам случится увидеть ее вблизи, когда она танцует во дворце, извините, в музее или на площади, загляните в ее глаза. 9И вы увидите в них боль всего мира и сострадание к нему. 9Никто не знает, что произойдет, когда она умрет. 2Недолго уж осталось ждать. 4И никому она не может передать рецепт вечной юности, весь ее род уничтожен. 9Иногда кажется, что им и не стоило владеть. 9Ей-то он ничего, кроме страданий, не принес. 9Ирония ситуации заключается в том, что те двое, кто так хотел завладеть тайной рецепта, уже мертвый грандос скончался от болезни Жилука во время 5поездки в Штаты, все эти годы его дела шли в гору, а Маркуа долгое время страдал какой-то изнуряющей болезнью. 9Он буквально высох и превратился в ходячую тень. 9Старики поговаривали, будто бы его сглодала зависть к эрцгерцогине и то, что его план опрокинуть власть одну лишь насмешкой не удался. 1Может быть, все это, только болтовня стариков. 2Тайно умрет вместе с эрцгерцогиней. 8В Ронде, да и во всем мире больше не будет ни одного бессмертного. 9Так что стоит посетить Ронду, билеты продаются в любом туристическом агентстве, а то, как говорит молодежь, еще неизвестно, чем все это кончится. 9Вдруг эрцгерцогиня откроет тайну завтра или на следующей неделе, и тогда будет на что посмотреть. 5Но, скорее всего, она просто умрет, и вместе с ней из мира уйдет то, что никогда-никогда не повторится, может быть, вы уже опоздали.